Здравствуйте, меня зовут Голубова Надежда, и тема моего доклада уже была представлена. Вообще, изучение микротиркуляции крови возможно различными оптическими методами, допустим, лазерно-спекалконтрастной визуализации, лазерно-эндоплерской визуализации полного поля, лазерно-эндоплерской флоуметрии и так далее. Но среди них выгодно отличается лазерно-спекалконтрастная визуализация за счет того, что возможно визуализировать всю область исследования, а также у полученных данных производить уже какую-то количественную оценку того, что мы зарегистрировали. На сегодняшний день развитие существующих методов мониторинга микротиркуляции крови является достаточно актуальной задачей для биомедицинской инженерии. Анализируя не только уровень кровенаполнения тканей, но и физиологические механизмы регуляции, кровотока, мы можем получить дополнительную диагностическую информацию. Таким образом, необходимо развитие методов, которые способны неинвазивно оценивать микроциркуляцию крови. При этом они должны быть просты в реализации, обеспечивать визуализацию всей области исследования и иметь последующую возможность частотного анализа сигналов, которые мы получаем. В таких экспериментах возможно использовать в качестве объекта лабораторных животных. В частности, у молодых крыс около месяца есть возможность регистрации спекл данных без транскраниально, то есть мы не разрушаем черепную коробку, но изучаем сосуды головного мозга. Таким образом, целью работы было оценить мозговой кровоток лабораторного животного транскраниально на основе данных, которые будут получены при постобработке изображения лазерной спеклоконтрастной визуализации. Установка, с помощью которой реализовывался выбранный метод, представлена на данном слайде. Тут присутствовал лазерный источник излучения, взрывной волны 785 нанометров. Через набор диффузоров он равномерно освещал исследуемую область. Обратно отраженный свет был зарегистрирован монохромной камерой, которая чувствительна в ближнем инфракрасном диапазоне. И перед объективом камеры присутствовал линейный полиэргизатор, чтобы убрать блики. Животное мы использовали крысу линии Вистар возрастом 1 месяц. После того, как животное вводилось в анестезию, оно закреплялось на столике хирургического монитора для животных, с помощью которого поддерживалась имптимальная температура животного во время эксперимента, а также были зарегистрированы частота сердечных сокращений и дыхательных сокращений у животного. Для доступа к области исследования кожа на голове животного разрезалась и удалялась, но не повреждался череп, то есть мы регистрировали данные транскормиально. Мы записывали 5 минут сигнала, экспозиция была 11 миллисекунд и частота записи 90 кадров в секунду. А здесь представлен пример того, как выглядят данные, полученные из хирургического монитора для грызунов. Обработка получаемых данных производилась в программном продукте, который разработан среди МатЛаб. Разработанный алгоритм производил сначала временное, а потом пространственное вычисление значений спеклоконтраста. Таким образом, из исходного монохромного изображения мы получали спекл изображения уже, на нем были видны сосуды, и мы выбирали уже три регионные исследования, и в каждом из регионных исследований у нас были области интереса 12 на 12 пикселей. Далее в этих областях интереса мы усредняли значение спеклоконтраста, и уже это значение перерассчитывали по формуле из литературных источников в значение лазно-спеклоконтрастной перфузии, для последующего, чтобы мы потом могли частотно проанализировать полученный сигнал. Далее как раз мы производили библиотанализ данной перфузии в карте из области интереса, и также мы производили картирование колебаний кровотока в трех частотных диапазонах, которые соответствовали дыхательной, сердечной и миогенной активности. На данном слайде представлены исходные монохромные изображения и спеклоконтрастные изображения, которые уже получены путем сначала временного, потом пространственного алгоритма. Также здесь выделены как раз области интереса, которые размером 12 на 12 пикселей в трех регионах исследования. То есть вот этот регион исследования красным – это верхний скитальный синус, то есть, грубо говоря, центральный сосуд. Зеленым – это приток этого верхнего сагитального синуса. И синим – выделенные области интереса, в которых на спеклоизображении визуально невозможно было выделить какие-либо сосуды. На данном слайде представлены амплитудные скалограммы и устраненные во времени невед спектры. Можно тут, данные результаты, они представлены для одной области интереса в каждом из трех регионов исследования. Можно заметить, что сердечные колебания имеют достаточно такую выявленную, выраженную амплитуду во всех трех регионах исследования. Дыхательные осцилляции сильнее всего проявляются в верхнем сагитальном синусе, а аммиогенные колебания больше амплитуду имеют в притоке верхнего сагитального синуса, что можно объяснить тем, что с уменьшением диаметра сосуда увеличивается продольное значение реактивности у сосудов. Далее, для того, чтобы собрать статистику, мы усреднили значение для пяти областей интереса в каждом регионе исследования и получили усредненный вибилет спектра. То есть для каждого из трех спектров есть среднее значение, это вот линия жирная, и их стандартное отклонение – это полупрозрачные области. Также мы совершили пространственное картирование, то есть вот эти данные, они более наглядно показывают то, что мы можем видеть на вибилет спектрах, то есть то, что легенные колебания на периферии как бы более выражены, дыхательные в центральном сосуде и сердечные относительно равномерно по всем трем регионам исследования. Таким образом, были представлены результаты временно-частотного анализа зарегистрированных лазерных спеклоконтрастных данных на мозг лабораторной крысы. И предложенная технология позволит расширить диагностические возможности метода лазерных спеклоконтрастной визуализации и позволит произведить анализ физиологических механизмов изменения мозгового кровотока. Исследование было выполнено при поддержке Российского научного фонда. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо.